Добрый день, меня зовут Сирков Федор, я старший тренер клуба Кроссфит ЕКБ. Кроссфит это программа по общей физической подготовке, которая изначально появилась в Америке. Ее истоки ведут в 70-е годы, но более широкое распространение она начала получать в конце 90-х. И в первую очередь Кроссфит противопоставлялся концепции так называемых Global Gyms, то есть тренажерных залов, в которых были, собственно, тренажеры, групповые программы, и люди проводили время, но при этом не тренировались настолько эффективно, сколько могли бы. И, собственно, Кроссфит предлагал максимально вариабельную, максимально интенсивную и максимально интересную программу для рядового пользователя. Поэтому многие люди, которые впервые сталкивались с Кроссфитом, как спортсмены, фитнес-энтузиасты, так и обычные люди, сначала, естественно, удивлялись, потом пробовали, понимали, что это интересно, что это их, что это гораздо эффективнее, чем, назовем их так, базовые тренировки в тренажерном зале, и, собственно, начинали погружаться в этот фитнес, а потом и в спорт. Ну, мы находимся в стране догоняющего развития, и поэтому Кроссфит у нас появился немножко позже, но он не мог не появиться, потому что интернет, видеоролики, там это движение набирало популярность, мы за этим смотрели, пытались что-то делать, что-то пробовать, начинали появляться первые официальные залы, которые так и назывались, аффилиаты, потому что Кроссфит это не просто направление, это торговая марка, и для того, чтобы открыть зал и называть его Кроссфит, нужно заплатить за специальную лицензию. На Урале Кроссфит появился на рубеже 11-12 годов, то есть сначала это были энтузиасты, которые занимались, каждый сам в своем зале, гараже, в укромном уголке, ну и потом, соответственно, мы начали, опять же, сначала через интернет, потом уже в Реале общаться, знакомиться, дружить, открывать первые клубы, ну и, собственно, работать с людьми, для чего это все было заточено. Причем, что самое интересное, Кроссфит в Екатеринбурге конкретно появился, наверное, после первых соревнований, я их помню, это были соревнования на 23 февраля 2012 года, мы проводили их с ребятами из тогда еще жившей и здравствовавшей федерации Миксфайта Свердловской области, они предложили провести турнир в экспоцентре, в котором будет Кроссфит для широкой аудитории, но я помню, как я открывал базу Дубль Гиса, обзванивал клубы, приглашал тренеров поучаствовать, а клиентов посмотреть и поболеть. После этого люди, которые участвовали, собственно, тренеры, они этим делом проникались и изучали тему уже самостоятельно с помощью интернета, ну и давали своим клиентам элементы кроссфита и функционального тренинга. И поэтому Екатеринбург всегда был, ну и я надеюсь, что будет, одним из передовых городов России в плане развития кроссфита. То есть, когда в других городах о кроссфите только-только начинали узнавать, у нас уже практически в каждом фитнес-клубе была так называемая функциональная зона и тренеры, которые называли себя тренеры по кроссфиту. Другой вопрос, что они давали, давали они всегда разное. Тут примешивалось авторское понимание методики, но тем не менее, ну хотя изначально, когда кроссфит только-только вот получал свое распространение, его авторы, они позиционировали, точнее автор, это Грег Глассман, позиционировал свое детище как систему с открытым исходным кодом. То есть, любой человек ее мог кастомизировать, как ему заблагорассудится. Я помню, что на заре вот этого становления было очень много смежных методик. Был, например, кроссфит-футбол. Это программа, которая больше внимания уделяла развитию взрывной силы и мощности. Это кроссфит эндюранс, где выполнялось много комплексов на выносливость. Кроссфит для бойцов, кроссфит для грибцов, кроссфит для гиревиков. В общем, каждый человек мог найти кроссфит для себя. Когда кроссфит только появлялся на широком рынке, его позиционировали, естественно, как методику для всех и каждого. То есть, и папа, и мама, и бабушка, и дедушка, и внучка, и жучка могут кушать из одной тарелки. И, естественно, когда мы начинаем этим направлением заниматься более серьезно и глубоко, мы понимаем, что поскольку кроссфит, во-первых, это высокоинтенсивная тренировка по умолчанию, потом она по умолчанию включает достаточно сложные многосуставные движения, которые требуют специфических навыков и требуют определенной подвижности в суставах, то, конечно же, мы не можем взять 100% людей и, соответственно, провести им полноценную, так называемую, базовую кроссфит-тренировку. То есть, в любом случае будут ограничения для кого-то по интенсивности, для кого-то по тем движениям, которые применяются на этой тренировке, а для кого-то по обоим направлениям. Но тут важно понимать, что мы можем давать людям кроссфит, просто он будет более лайтовый, более спокойный. В нем, в первую очередь, будут идти ощущения, которые человек получает, а не тот вес или количество повторений, которые он выполняет. И, соответственно, со временем будет происходить адаптация, человек будет адаптироваться к более интенсивной нагрузке, будет делать все больше и больше движений. И, соответственно, рано или поздно практически любой человек, который может прийти в тренажерный зал или в кроссфит-зал, сможет работать по оригинальной программе, которая дает возможность полноценного и всестороннего развития. Другое дело, что для того, чтобы человека к этому подготовить, требуется, во-первых, время, во-вторых, требуется знание того, как нужно подбирать нагрузку. Поэтому, если к вам на группу пришло 10 человек, вы должны четко понимать, кто готов работать в полную силу, кто не готов, и что вы будете делать с теми, кто не готов. Не просто для того, чтобы они у вас час что-то делали, но для того, чтобы они пришли еще и еще, и чтобы их тренировки позволяли им прогрессировать. Я сейчас могу с уверенностью сказать, что кроссфит в том виде, в котором он изначально видится и предрасполагается, он не подойдет всем и каждому. Но это не значит, что для того, чтобы идти на кроссфит, нужно предварительно качаться или ходить на йогу, или еще куда-то. Вам нужен просто грамотный тренер, который знает, как давать периодизацию в тренировках. По поводу непосредственно нагрузки на сердце, здесь важно понимать, что всему виной именно визуальная эффектность, с которой выполняются кроссфит-комплексы. То есть много движений, они выполняются интенсивно, поднимается штанга, бросается штанга, везде двигаются потные люди, каждый в своем ритме. И когда мы на это смотрим, нам кажется, что это запредельная по сложности тренировка для космонавтов или спецназовцев. И, естественно, она дает огромную нагрузку на сердце в первую очередь, потому что людям визуально может быть плохо, если человеку визуально плохо, нам кажется, что с сердцем возникают проблемы. Но на самом деле, во время средней кроссфит-тренировки человека лимитирует не столько сердце или его дыхательная система, сколько выносливость конкретных мышц. Несмотря на то, что комплексы внешне выполняются очень интенсивно, там есть возможность сделать паузу, продышаться, передохнуть. И именно поэтому сердце не получает тех нагрузок, которые оно получает, например, при длительном интенсивном беге или любой другой циклической активности, когда человек работает долго на высоком пульсе и не может допустить паузу, потому что он проходит дистанцию на время. Естественно, мы, например, представим лыжную гонку, пауза одна секунда, соперники уехали на 5 метров вперед. То есть это уже фактически непреодолимая разница. Поэтому, когда мы говорим про кроссфит, мы должны понимать, что для сердца он вредит, наверное, так же, как и любой другой вид физической активности, если заниматься им без меры. Но и плюс нужно понимать, что для сердца важна сбалансированная и разнообразная нагрузка. Если мы выполняем только определенные интервалы, анаэробные, либо длинную аэробную работу, либо мы только поднимаем штангу, то наше тело и не только скелетная мышца, но и сердце тоже развиваются по определенному сценарию. Кроссфит позволяет нам давать вариабельную нагрузку. Если мы нормально восстанавливаемся, мы нормально питаемся, то сердце у нас будет не просто все в порядке, оно будет прекрасно тренироваться. В 2015 году мы с моим коллегой Михаилом Ассолитовым на базе Уральского федерального университета проводили исследование, в котором мы смотрели на большом количестве людей, которые занимались кроссфитом на групповых тренировках, как, собственно, эти тренировки влияют на состояние организма и сердца в частности. И у всех людей показатели, которые характеризуют работу сердца, улучшались. И поэтому для тех, кто переживает за свое сердце, я, как человек, который в этой теме немножко разбирается, хотел бы сказать, что здесь гораздо опаснее не какой-то конкретный спорт, опасен здесь неправильный образ жизни, если вы слишком много стрессуете, если вы не высыпаетесь, если вы плохо питаетесь и постоянно находитесь в напряжении. Ну, кстати, любая тренировка, не только кроссфит, а, в принципе, любая, которая вам нравится, это прекрасный способ выплеснуть негативные эмоции, разгрузиться. И поэтому я всем рекомендую идти в зал после работы, именно в зал, а не в кальянную, не в бар, потому что это позволит вам дать толчок для вашей дальнейшей жизни. Если мы говорим про кроссфит, то мы подразумеваем, что в кроссфите тренировки отличаются высоким разнообразием. И поэтому грамотная программа позволяет нам тренироваться 4-5 раз в неделю, не испытывая признаков перетренированности. Тут надо понимать, что мы идем на тренировку, мы на нее готовы, у нас нет чрезмерной мышечной боли. Тут я хочу предупредить всех новичков, если вы занимаетесь недавно, то мышечная боль у вас будет, даже от, казалось бы, незначительных нагрузок. Это нормально, бояться этого не нужно. Со временем домик дает усадку, мышцы болеть перестают. Вы идете на тренировку, боли у вас нету, настрой у вас приятный, позитивный, и вы можете смело заниматься 4-5 раз в неделю, если вы тренируетесь больше 2-3 месяцев. Если вы только начинаете заниматься и посещаете кроссфит тренировки, то я думаю, что оптимальная частота для вас – это 2-3 тренировки в неделю. И я бы порекомендовал еще 2-3 тренировки делать равномерное кардио. Это может быть бег, это может быть езда на велосипеде, работа на грибном тренажере, то есть та работа, которая вам нравится, от которой вы получаете удовольствие, и с которой вы не испытываете вот этого ощущения загнанной лошади, что вот я это не люблю, а мне вот надо. Ребята, в первую очередь мы должны любить то, чем мы занимаемся, и тогда никакая сила воли нам не понадобится, потому что мотивация будет на уровне. Новичкам я хотел бы посоветовать в первую очередь всегда ориентироваться на свои ощущения, а не на цифры в программе. То есть когда вы делаете какое-то задание, вы должны понимать, что если, например, вам предписано сделать 15 отжиманий, вы сделали 10, и руки у вас очень сильно устали, забились, вы чувствуете жжение, то нужно это упражнение заканчивать и плавно переходить на другое. Дело в том, что когда мы только-только начинаем заниматься чем-то новым, то мы сталкиваемся с ощущением беспомощности. Нам сложно делать, казалось бы, элементарные вещи, которые на группе все прекрасно делают. Это не потому, что мы слабые или плохие, или с нами еще что-то не так. Просто такая нагрузка, она для нас непривычна. И первые 1-2 месяца мы занимаемся тем, что мы адаптируемся к режиму тренировок, мы адаптируемся к нагрузке, и в это время вам не нужно пытаться кого-то шокировать, кого-то удивить или бежать впереди паровоза. То есть вы должны работать спокойно, но неотвратимо. Помните две вещи. Первое. Комфорт для вас важнее скорости, и только комфортное, плавное занятие позволят вам эти самые занятия полюбить. Вы будете с удовольствием ходить на тренировки, и вы сами не заметите, как будете гораздо более сильными, выносливыми. И те вещи, которые ввергали вас в ступор в самом начале, будут даваться легко, комфортно и играючи. И самое главное. Старайтесь вовремя ложиться спать. Это действительно очень важный совет, который все везде всегда повторяют. И старайтесь нормально, сбалансированно питаться. Но питание – это отдельная тема, поэтому совет очень простой. Хороший завтрак, потому что хороший завтрак позволяет контролировать голод в течение всего дня, не просто до обеда, и оставляет меньше шансов объесться чем-нибудь сладеньким на ужин. И старайтесь добавлять белок, белково содержащие продукты, в каждый прием пищи. В завтрак, в обед и в ужин. Тогда белка у вас будет в достаточном количестве, и вы будете прекрасно восстанавливаться. Ну и больше думайте о хорошем. Это самое главное. Первые 10 лет кроссфита – самое сложное. Сначала я сам смеялся над этой шуткой, потом понял, что занимаюсь уже больше 10 лет, мне стало не смешно. Друзья, я хочу, чтобы вы занимались физкультурой, чтобы вы занимались спортом, и чтобы ваши приоритеты выглядели следующим образом. То есть первое – это всегда здоровье, второе – это удовольствие от тренировок, и третье – это уже ваши спортивные результаты. Если вы ставите результаты на первое место, то первые два важных пункта, скорее всего, усколезнут из-под вашего внимания. Такие тренировки не принесут вам ни удовольствия, ни, собственно, конечного результата. И хотелось бы пожелать всем удачи и здоровья. Обязательно подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, и тогда вы будете в курсе всех самых актуальных подкастов, и информация, доступная и дозированно поданная, будет на вашем столе. Всегда. Субтитры сделал DimaTorzok